здравствуйте дорогие друзья дорогие зрители рада приветствовать всех на своем канале сегодня последняя часть по по пуловеру крючком вот так выглядит он в готовом виде здесь получилась стоечка но стоечку вообще-то задум задумывала я загибом и хотелось связать чтобы она была хомутиком таким более свободным то есть вот здесь вот уже но что-то я не могу сориентироваться как это сделать поэтому остается вот так либо либо вот такой загибчик будет либо вот эти вот 4 ряда придется распустить и будет просто вот вот такая стоечка получается здесь вот от этой части 3 что ли 3 ряда вот так получилось очень хорошо здесь прямо вот по горловинке и по рукавам я в предыдущем видео показывала обращение к сожалению никто мне но вернее конечно были советы но подходящих не не получи не подошло и так как я вязала сейчас вкратце вам расскажу вот такой рукавчик получился все-таки здесь пришлось мне набирать вот отсюда по окату и имитация вточного рукава вот таким образом и рукавчик очень хорошо смотрится на человеке 2 рукав точно так же все в общем то получилось одинаково поэтому и еще один момент пуловер когда вяжется по кругу вот он просто когда лежит его раскрыть ну шевелишь двигаешь то получается как бы как перекос немного вот изделие идет когда одеваешь на себя то все выравнивается и этого нету видимо за счет того когда такой узор вяжется по кругу немного как деформируется что ли само вязаное изделие ну в общем сейчас я вам покажу на себе а потом объясню как вязала рукава сначала у меня были связаны отдельные рукава и вот здесь вот прямо вот вывязана вот вот так вот то есть чтобы вот посадка их было как как вышит и ловой конечно прошу прощения ой как же он называется этот рукав пока то что и плавно так было очень красиво очень хорошо но получилось что он оказался длинноват и вот в этом месте туго немного и поэтому пришлось рукава по новой распустить что у них не хотелось сделать в этой пряжи но так получилось что пришлось конечно неоднократно с рукавами поработать но сейчас давайте я вам покажу на по себе и все таки вот такие рукава какие у меня задуманы были изначально немного у меня здесь получились нюансы так и хочется вам изначально так показать давайте я вам сразу прямо покажу постараюсь здесь как они у меня связаны то есть вот пока то я набирала вот эти столбики с накидами то есть вот этот вот как бы рядочек вот по всему окату я набрала в начале вот этот ряд и так приболела я говорю в нос поэтому уж как получается но мне нужно изделие сейчас отдать поэтому я в последний момент вам пытаюсь показать и объяснить не так вот видно как вот здесь вот вот это вот рядочек он связан по окату полностью затем я начала вязать только вот получается пей как перед и как по спинке по рукаву по окату спереди и со спины такой ряд связала как вот заполненный в заполненные волны затем как бы филейные вот эти волну как вот столбики с накидом причем получается я когда провязываю ряд я присоединяюсь вот здесь вот поднимается то есть вот которые клеточки связаны были вот здесь если вы разбираетесь то можно понять что вот здесь присоединяемся потом вот по этой части воздушные петельки проходим до вот этой то есть переходим еще получается на один рядочек и в обратную сторону идем столбиками с накидом здесь провязали столбики получается когда здесь дошли эти столбики так сейчас ориентируюсь вот здесь получается тоже вот эту клеточку одну отступаем и прикрепляемся вот к макушечке то есть вот у нас здесь вот это вот рядочек получился сейчас чтобы нам перейти на следующий ряд мы вновь вот на этой на этих вот петельках столбиках пустых мы опять поднимаемся на один ряд получается на один вот этот квадратик и у нас за счет того что мы вяжем неполные ряды туда и обратно но не я не знаю как они как бы не укороченные но они у нас доходят только вот до этого основания и по нему мы получается продвигаемся до того момента когда пока не соединимся в круг то есть вот у меня получается 4 ряда я здесь прошла да вот смотрите один ряд заполненные волны один ряд столбики с накидом следующий ряд опять заполненные волны то есть я вам начала так и то есть мы здесь вот поднялись снова до следующего получается ряда вот этот квадратик соединительными столбиками 2 соединительных столбика где-то здесь проходим и вяжем в обратном направлении в обратном направлении получается мы когда связали это уже 3 3 ряд да и сейчас получается что у нас идут пустые 5 столбики опять возможно кому-то покажется что я не так объясняю но как получается как умею и все здесь мы получается провязали следующие это вот первый ряд 2 ряд 3 4 5 6 ряд это вот они неполные и в седьмом ряду так нет обманываю 124 ряда 4 ряда мы вот так провязали и здесь он у нас четвертый ряд вот эти пустые столбики они уже пошли по кругу и здесь мы вяжем по кругу и убавляем в процессе процесс убавки я показывать к не объяснять не буду здесь совсем запутаться можно то есть вот момент убавки как бы вот вот таким образом выглядит я считаю что в общем то модель получилась очень удачная мне кто-то писал что какая же это авторская модель но пожалуйста если кто-то считает что это не авторская модель можете мне дать ссылочку на данную модель которая связана у меня тогда я уже пойму что да конечно же есть автор и я тут сама себе голову морочу ну в общем вот таким образом выглядит изделие здесь получается еще по убавки ладно уж давайте раз пошло по убавки у меня у бабочка здесь по прямой связано вот в этом моменте в моменте рукава где-то получается у бабочка даже не доходи ой рукава в моменте локтя даже немного не доходя до локтя идет убавка и дальше идет по прямой здесь вот где-то вот несколько у бабочек вот в этом промежутке идет то есть чтобы перейти вот эту бабочку в таком узоре как-то не ну сложновато конечно и я не так как не умею записывать мне приходилось вот каждый ряд потом смотреть по изделию по уже связанному рукаву и вязать 2 рукав чтобы он получился точно таким же вот ну и сейчас давайте я вам покажу на себе вот так выглядит изделие на мне я одела не на голое тело и очень хорошо все легло вот пока то мне очень нравится все в общем то я считаю что достойная работа получилось иди посмотри да видно вот так выглядит по низу ну всем спасибо за внимание с прошедшими всех праздниками всем здоровья самое главное счастье исполнение своих каких-то желаний задумок творческих процессов нового в творчестве побольше фантазировать и создавать новые изделия новые игрушки всех всем ровных петелек и на этом я с вами прощаюсь если вам понравилась моя работа можете пройти чуть вниз под видео и поставить лайк этому видео а также поделиться данной работой и написать комментарий понравилась ли вам данная работа ну и указать какие если вы заметили в ней недостатки либо плюсы какие у вас есть делитесь также если вы свяжете по моей по моему мастер-классу данную работу делитесь со мной я очень рада когда люди пишут что работали вместе со мной и связали что-либо по моей по и моему мастер-классу но на этом буду заканчивать всем спасибо за внимание и до новой встречи пока 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 пока